Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу рассказать о нежелательных явлениях при использовании ингибиторов IGFR. Мы знаем, что за последние два десятилетия появилось очень много клинических исследований, зарегистрировано очень много опций для пациентов с распространенным немелкоклещным раком легкого, с наличием драйверных мутаций и лечения их зависит от биомаркеров. И определение биомаркеров у нас вошло в нашу стандартную рутинную практику. Если говорить про IGFR, то их история начинается в начале 2000-х годов. Первый зарегистрированный препарат это был ингибитор тирозинкиназа первого поколения гифетиниб, это было в 2010 году. Далее появляется второе поколение афотиниб, пролатиниб и третье поколение асимиротиниб, у которого уже было более широкое применение не только при распространенном процессе, но также и в адювантном режиме применение данного препарата. И также сейчас еще идет исследование лауры, где используется асимиротиниб после химиолучевой терапии у пациентов с немелкоклещным раком легкого. Терапия, основанная на биомаркерах, улучшает и выживаемость пациентов, и ответ на лечение, и состояние пациентов, так как часто пациенты с выраженным клиническим проявлением заболевания, а после начала приема таргетной терапии у них выраженный эффект от проводимой терапии. Но сегодня мы будем говорить про ингибиторы ИГФР. Позволю себе напомнить, что ИГФР выявляется в 15% случаях при аденокарциномах легкого. У нас есть ингибиторы ИГФР – это моноклональные антитела и ингибиторы тирозинкиназа, так скажем, как малые молекулы. Их особенность в том, что они взаимодействуют с внутриклеточным частью домена, тем самым активация ИГФР активизирует нижестоящие пути, вызывая выживаемость, пролиферацию и прогрессирование. Возможности системной таргетной терапии достаточно широко распространены и наиболее широко они представлены в рекомендациях НССН. У нас, к сожалению, не все опции в нашем арсенале имеются. Чаще это ингибиторы первого, второго, третьего поколения. Также сегодня буду показывать несколько примеров применения МОБАЦРТИНИБА, которые используются при инсерции в 20-м экзоне. У нас была возможность применения в рамках расширенного доступа, но в итоге препарат не зарегистрирован. Профили токсичности у пациентов при лечении таргетной терапии отличаются в зависимости от препаратов. Например, если сравнивать наиболее частые встречающиеся мутации, это ИГФР, ИЛК. Если при ИГФР у нас кожная токсичность, диарея, мукозиты чаще встречаются, то при ИЛК это гиперрепидемия, боли в суставах, гиперферменты, тошнота. Поэтому очень важно знать о профиле токсичности каждого препарата, который вы используете в своей рутинной практике. Мы все же говорим больше про ингибиторы ИГФР. К ним относятся 4 препарата, которые мы используем. Это гифетинип, арлатинип, афотинип и асимиртинип. На данном слайде представлено сравнение профиля токсичности каждого из этого препарата в различных исследованиях. В настоящий момент, наверное, нашим стандартом все-таки является асимиртинип, хотя в некоторых позициях гифетинип ему выигрывает в профиле токсичности. И переходим к первому нежелательному явлению. Это дерматологические нежелательные явления. Они наступают достаточно рано, через 2-3 недели от начала приема препаратов. И это сыпь – популезная, пустулезная, маклопопулезная сливная и фоточувствительность. И далее, через 5-6 недель после начала приема, возникает сухость кожи, ксироз, зуд и паранихия. С сыпью чаще поражается кожа средняя третья лица, волосистой части головы и верхней части груди и спины. Для того, чтобы оценить степень токсичности, мы пользуемся правилом ладони. Ладонь – это 1% и методом девяток, для того, чтобы сосчитать процент поражения кожных покровов. Первая степень – это менее 10%, вторая степень – это 10-30%, и тут уже появляется клиническое проявление сыпи. И третья степень – это более 30%, здесь клиническое проявление, болезненный зуд и ограничение самообслуживания, возможно, локальная суперинфекция. Четвертая степень – она уже ассоциируется с распространенной суперинфекцией и несет жизнеугрожающие последствия. Очень важно профилактировать все нежелательные явления, и в особенности драматологические нежелательные явления, то есть до начала лечения с пациентами нужно проговаривать, какая токсичность их может ожидать. Нужно советовать увлажнять сухие участки кожи дважды в день, избегать пребывания на солнце, использовать крема солнцезащитными СПФ-30 или 50, избегать продуктов, которые сужат или агрессивно воздействуют на кожу, мыло или парфюмерия на спиртовой основе. И также пациенты, склонные к фолликулиту головы, нужно использовать шампуни, которые снижают этот риск. По лечению драматологической тактичности при первой степени мы продолжаем прием ингибиторов тирозинкиназа в прежней дозировке. Можно использовать местные стероиды, противозудные препараты, местные антибиотики. При второй степени мы уже добавляем к этому пероральный антибиотик, доксициклин и лимон, циклин в случае непереносимости. И при третьей степени желательно, чтобы была все-таки консультация драматолога. Возможно, потребуется культуральное исследование соскоба выполнения. Продолжается прием пероральной антибактериальной терапии и назначаются глюкокортикостероиды системные. По поводу отмены препарата. Существуют разные подходы при третьей степени кожной токсичности. Можно отменить препарат и начать лечение данного осложнения. В некоторых данных представлено, что можно просто снизить на одну ступень данный препарат. Либо мы отменяем препарат, потом купируем данное нежелательное явление до второй-первой степени и возобновляем его с редукцией дозы или 50%, или 25%. Мы чаще в своей практике, наверное, сначала прекращаем, восстанавливаем пациента и возвращаемся с редукцией дозы минус 25%. Если нежелательное явление повторяется, то уже до минус 50%. Продолжаем его лечить. Сухость кожных покров обусловлена нарушением барьерной функции. По степеням токсичности она схожа, как при сыпи. Здесь мы рекомендуем увлажняющие кремы или мази два раза в день. Нужно помнить, что крема на водной основе, они наоборот сушат кожу. Жирные крема, они способствуют риску развития фолликулита. Рекомендованное использование аптечной косметики. Мы с ней все хорошо знакомы. При третьей степени мы также прекращаем использование ингибиторов терезинкиназы. Используем увлажняющие крема и местные глюкокортикостероиды. Зуд. При первой степени зуда мы используем местные глюкокортикостероиды и противозудные препараты. При второй степени мы добавляем антигистаминные препараты. При третьей степени также прекращаем ингибиторы от резинкиназа, используем антигистаминные препараты и агонисты гамма-аминомасляной кислоты, габапентин и прегабалин. Такой момент мы используем, например, при периферической полинеэропатии. На данном слайде представлено два примера. Первый – это пациентка, у которой случилась кожная токсичность в виде сыпи через две недели от начала приема препаратов асимертениб. Это была первая степень токсичности. В первой степени пациентке были рекомендованы профилактические меры, и, соответственно, редукция дозы препарата не потребовалась, и она продолжила прием препаратов в прежней дозировке. А вторая пациентка принимала мобоцертиниб, и через две недели у нее случилась токсичность третьей степени, что потребовало нам отмены на время препарата, и в итоге пришлось нам сделать редукцию на 25%. Измения ногтей. Профилактика – это рекомендация маникюра и педикюра щадящего необрезного еще до начала лечения гибиторием тирозинкиназы. При первой степени мы рекомендуем местную терапию, антибактериальную, антисептическую. При второй степени здесь уже показана локальная терапия и, возможно, пероральная терапия антибактериальная, противогрибковая или противовирусная. При третьей степени рекомендована все-таки консультация хирургов, потому что может быть необходимо хирургическое вмешательство. И, конечно же, мы прекращаем использование ингибиторов тирозинкиназы, и здесь уже чаще используется системная антибактериальная терапия. Второе нежелательное явление – это желудочно-кишечные. Первое из них – это диарея. Она встречается от 25 до 95% нежелательного явления любой степени тяжести и до 14% при нежелательных явлениях более или равной третьей степени. По механизму здесь можно рассмотреть три механизма. Первое – это секреторный механизм, второй – это нарушение стенки кишки, и третье – это кишечная дисфункция, которая может быть обусловлена приемом антибактериальной терапии, хирургическим вмешательством или лучевой терапией. По степеням. Первая степень – это до 4 актов дефекации, вторая – 4-6 раз в сутки, третья степень – тяжелая – до 7 раз в сутки, но также уже есть ограничения элементарных действий по самообслуживанию. Мы понимаем, что диарея – это более чем неприятное, нежелательное явление, оно нарушает социализацию пациентов, усиливает их слабость и высокие риски водно-электролитных нарушений. Также до начала лечения мы можем предположить, что пациенту есть высокий риск развития диареи. К этим факторам относятся женский пол, низкая масса тела, генетическая предрасположенность, пациент принимает антибактериальную терапию менее 60 лет и нарушение почечной функции. Всё это относится к факторам риска развития диареи, связанным с инкибитором тирозинкиназа. Поэтому до начала лечения рекомендовано оценить у пациента ритмодификации, сопутствующую терапию, которую пациент принимает, какие-то другие клинические состояния, которые могут способствовать усугублению данного момента, и оценить при необходимости лекарственное взаимодействие с данным таргетным препаратом. По диете при диарее можно предложить брать диета – это банан, рис, яблочное пюре и тосты, то есть это углеводы и клетчатка. Рекомендовано исключать жирную пищу, острую, жареную, солёную и то, что раздражает именно кишечник. По тактике лечения. Для начала мы должны исключить инфекционный компонент, потому что при ингибиторах тирозинкиназа чаще у нас отсутствует лихорадка, а если всё-таки эта диарея связана с инфекционным моментом, то тут будет лихорадка, и, соответственно, лечение будем лечить как инфекционное осложнение. Если всё-таки мы исключаем все причины и понимаем, что у нас диарея связана с ингибитором тирозинкиназа, то мы идём по достаточно известному для нас пути. Если это будет первая-вторая степень, менее 48 часов, мы начинаем приём лопирамида. И также рекомендуем приём электролитных растворов. И продолжаем приём в прежней дозировке препарата в случае регресса данного нежелательного явления. При стойкой диареи второй степени более 48 часов или при третьей степени здесь рекомендована госпитализация при возможности пациента, взятие образца каллокультурального исследования и внутривенное введение инфузионной терапии. И, конечно же, мы делаем обязательно отмену ингибиторов тирозинкиназа, и только после купирования мы возвращаемся уже с редукцией дозы на одну ступень. Мукозит. Чаще поражаются при ингибиторах тирозинкиназа верхние отделы желудочно-кишечного тракта. При мукозита и стоматита любой степени это до 72%, при третьей степени и более это до 8-7%. Профилактические меры это гигиена полости рта, санация полости рта до начала лечения, жидкость для полости рта, которая не содержит СПИД, употребляем мягкую, увлажненную, термически обработанную пищу, нераздражающую, избегаем кислую, острую, соленую, грубую пищу, зубная щетка должна быть с мягкой щетиной и ограничиваем курение и алкоголь. При наличии первой-второй степени рекомендуется полоскание физраствор, содовый раствор, тёплые растворы шалфея ромашки. При их недостаточной эффективности можно добавлять местные анестетики, также и местные растворы с нестероидными противовоспалительными, например, как оки. При наличии болезненных язв можно добавлять уже системные анальгетики, и при лечении кандидоза мы назначаем либо местные, либо системные противогрибковые препараты. Также при наличии язвочек можно назначать местные антибактериальные гели, например, как метрогилдентогель. И я хочу представить клинический случай. Это пациентка 63-х лет, у которой она крестомолевого лёгкого Т3Н3М1 и выявлена инсерция в 20-м экзонигена ИДЖФР. Первая линия была проведена в 2022 году. 6 циклов по схеме пиметриксед-карбоплатин с эффектом частичный регресс. Поддержка пиметрикседом не проводилась. Пациентка завершила лечение в декабре 2022 года. К сожалению, через 4 месяца у неё происходит прогрессирование заболевания. В нашем центре, как я уже говорила, был расширенный доступ, и мы, пациентки, начинаем терапию мобы цертинибом. Так как это расширенный доступ, пациентам обычно выдаётся препарат 1 раз в месяц. Пациентке было всё рассказано, у нас был телефонный контакт. И в классическом варианте она должна была каждые 2 недели приходить на осмотр, как это всё-таки правильно делать у пациентов, которые получают таргетную терапию. Но пациентка в течение месяца по своим организационным причинам не смогла этого делать. При телефонном контакте говорила, что у неё хорошая переносимость. Но спустя месяц пациентка пришла к нам на приём, и у неё была потеря массы тела на 7 кг. Она была достаточно обезвожена. И оказалось, что у неё была диарея третьей степени, с которой она справлялась самостоятельно. К счастью, электролитных нарушений не было. Была выполнена остановка терапии, восстановление пациентки. И далее терапию продолжили мы уже с редукцией на один шаг. И эпизод диареи мы купировали. Также из интересного, что меня заинтересовало, точнее, когда у нас появилась возможность лечения пациентов в адювантном режиме не мелкоклеточного рака лёгкого, а семертенибом. На АСКО 2023 года были показаны обновлённые данные исследования Адаура, где было показано, что время до прогрессирования было более чем в два раза. И, например, общая выживаемость была более чем на 20% выше у пациентов с третьей стадии, кто получал семертениб, нежели просто химиотерапию в послеоперационном периоде. И также было интересно посмотреть на профили токсичности. Отличаются ли профили токсичности у пациентов, которые получали в рамках послеоперационного лечения семертениб, или в рамках первой линии при распространённом немелкоклеточном раке лёгкого. И мы можем заметить, что профили токсичности приблизительно одинаковые. Диарея 47 против 58, сухая кожа 25% против 36, стоматиты 18 против 29. Почему это мне стало интересно? Потому что, когда у нас появилась возможность назначать семертениб в адювантном режиме, у первых трёх пациенток, которым мы назначили, случилась токсичность третьей степени. И вот один из примеров. Здесь также будет показана гематологическая токсичность. Это достаточно редкое явление менее 5%. Молодая женщина 43-х лета с периферическим раком средней доли левого лёгкого, правого лёгкого, прошу прощения, ПТ-2А, Н0 и 0, 1-я Б стадия. И выявлен ЭДЖФРЛ-858Р. Выполнена радикальная лобэктомия справа. И начат приём асимертениб в стандартной дозировке. Через 18 дней от начала приёма у пациентки при лабораторных исследованиях, кроме тромбоцитопения третьей степени, лейкопения второй степени, и пациентка не может встать с кровати в связи с выраженнейшими головокружениями и слабостью. Выполняется МРТ головного мозга, данных за вторичные изменения не получено. И при компьютерной томографии трёх зон данных ни за прогрессирование, ни за какие-то ургентные ситуации у нас также не получено. Пациентка полтора месяца лечилась у неврологов, и только спустя полтора месяца смогла восстановиться, как гематологически, так и неврологически. Соответственно, мы не продолжили приём асимертиниба и решили за ней просто наблюдать, потому что химиотерапия при первой бы стадии не показана. Но спустя два года у пациентки случается прогрессирование в виде канцерматоза плевры и нарастания плеврита, появление одышки, выполняется плевроцентез, подтверждаются клетки аденокарциномы, и также делается молекулярно-генетическое исследование, подтверждается мутация в гене ИДЖФР. И тут мы, конечно, с опаской, осторожностью, но пациентка была настроена, мы начинаем очередную терапию ингибитором теразинкиназа третьего поколения. Но начинать со стандартной дозировки ежедневного приёма было небезопасно, поэтому мы решили ей давать приём, как 80 мг один день, второй день мы пропускали, третий день мы опять даём 80 мг, четвёртый день пропускаем. В течение месяца никаких нежелательных явлений у пациентки не появилось. Прошу прощения, никаких нежелательных явлений у пациентки не появилось. Клинически она отмечала улучшение, у неё перестал нарастать плеврит, и через месяц мы пришли к стандартному приёму 80 мг ежедневно. Пациентка в настоящий момент продолжает приём препарата, и нежелательных явлений у неё нет. И второе достаточно редкое явление – это пульмонит. Всё, заканчиваю. Пульмонит. Пациент 85 лет, сместно распространённый 3-я А стадия, он был включён в исследование Лаура, ему было сделано 2 цикла химиотерапии, потом курс лучевой терапии, и далее ему было начато лечение таргетной терапии. И пациент через практически месяц приёма у него появляются нежелательные явления в виде пульмонита второй степени, тромбоцитопения и снижение скорости клубочковой фильтрации до 34-х и сыпь второй степени. Но учитывая возраст пациента, у нас был перерыв в лечении, далее была редукция на 25%, потом даже на 50%, но пациент смог принимать препарат только год. И что удивительно, это был препарат осемертениб. В итоге пациент сейчас продолжает принимать препарат гифетениб, что вроде как это нестандартная последовательность, но у него сохраняется эффект и нету непереносимой токсичности. И последнее, о чём хотела поделиться, это исследование, которое было представлено на ESMO в 2023 году, исследование из Рио-де-Жанейро по нежелательным явлениям. Но здесь была маленькая выборка 88 человек, и на втором месте по нежелательному явлению у них были мышечные судороги, которых в стандарте профильной токсичности нет. Их пытались связать с диареей, так как у 57% данных пациентов она наблюдалась, но электролитных нарушений не было, поэтому связи с диареей не подтвердилось. Почему это интересно? Потому что у пациентов бывают разные профили токсичности, поэтому очень важно правильно контролировать пациентов. осмотры каждые 2 недели, они позволят нам улучшить качество жизни пациентов, улучшить эффект лечения, потому что пациенты получают терапию не менее 10 месяцев. Это всё влияет на результаты и качество жизни пациентов. Спасибо, спасибо большое.